Герой Российской Федерации Константин Васильевич Ситкин Планировали связать свою жизнь с металлургическим комбинатом, поэтому с 1990 года обучались в ПУ-5. Константин рос веселым мальчиком, умел постоять за себя, мог поспорить на различные темы. После окончания училища Константин Васильевич был призван в армию, служил в Карталах, а затем попал в Чечню. Отслужив срочную службу, он принял осознанное решение – стать профессиональным военным. Близким признался – армия – моя судьба. По контракту отправился служить в Таджикистан, в 201-ю дивизию. Там окончил ускоренные офицерские курсы. Снова оказался в Чечне. Командовал взводом в гвардейском мотострелковом полку, громившем бандитские вооруженные формирования в составе Северной группировки федеральных войск. В боях Константин Ситкин проявлял смекалку, мужество и решительность. Командование доверяло ему самые сложные боевые задания. Так было и 25 октября 1999 года, когда перед полком была поставлена задача форсировать реку Терек, неподалеку от Гудермеса, и захватить стратегические высоты Терского хребта. Внезапным броском с полным боекомплектом мотострелки успешно решили первую задачу. Но, приближаясь к вершинам Терского хребта, были обстреляны и остановлены плотным огнем чеченских террористов. Продвижение 2-го мотострелкового батальона замедлилось. И тогда было принято решение направить взвод Константина Ситкина в обход. В случае успешного преодоления горной местности взвод мог бы ударить с фланга. Взвод лейтенанта Ситкина сумел выйти к флангу противника. Стремительные короткая атака и позиции боевиков взяты. Константин лично уничтожил в том бою троих бандитов. Благодаря успешному продвижению взвода Ситкина боевики были заблокированы и вскоре обратились в бегство. За умелое руководство подчиненными и проявленным героизмом в этом бою Константин Васильевич Ситкин был удостоен звания Героя Российской Федерации. Командование предоставило герою краткосрочный отпуск на 10 суток. Константин побывал дома и ушел. Ушел навсегда. Вернувшись в полк, который готовился к штурму Грозного, Константин тяжело заболел пневмонией. Но тем не менее самовольно покинул госпиталь, чтобы остаться с боевыми товарищами. В период проведения крупномасштабной операции, вспоминал полковник Гусев. В Грозном вел тяжелые бои за каждую улицу, за каждый дом. 18 января 2000 года, во время прорыва полка к площади Минутка, Константин погиб от разрыва мины. Через год он ушел бы в запас. Собирался жениться, у него оставалась невеста, любимая девушка Лена. Он прожил всего 24 года, но прожил их достойно. Земляки свято чтят память о Герои России Константине Васильевичу Ситкине. Его именем названо профессиональное училище номер 5 в городе Новотроицк. На здании которого установлена мемориальная доска. В 27-й Тотской гвардейской дивизии открыта комната памяти Героя России Константина Ситкина.